Девушки отдыхают Соответственно, помогли вот фарлону деревеньке снова жить в мире спокойствия и согласия, вот без этих вот проклятых ворочих тварей. И поэтому нам теперь надо идти дальше, собственно, мы тут уже все сделали, теперь наш путь идет далее. Итак, нам надо пробраться на следующий уровень. На риск уничтожения вашей головы, то самое важное функциональное здравоохранение обычно является, что это здравоохранение. Мы просто должны найти возможность открыть его. Хорошо, давайте попробуем это. Заран, не гей, я нор! Заран, не гей, я нор! Но читать книги из книги не между ними. Я не глупый. Ну, ты говоришь, что ты не совсем не эксперт на языке или языке. Давайте попробуем. Хорошо, что-то. Пойдем. Заран, не гей, я нор! Ты сделал это? Мы открыли дверь к последней городу! Интересно. Да, интересно. Для миллиона... Никто не открыл эту дверь. Сх, шейпшифтер. Я думаю, что ты здесь, чтобы уничтожить твоих братьев? Нет. Я просто витрирую за то, что ты просто сделал. Для создания армии из пич-форк-велдого жителей и уничтожить калл из аль-катрибе. Это один момент. Но чтобы открыть эту дверь... Это совершенно другая история. Смотри, я знаю, что это может звучать странно, аль-катур, но я может нужна у вас. Так что, если вы интересны, встретите меня на футболе Баргагор. Я думаю, что мы можем помочь другим. Подожди, почему ты хочешь мне помочь, после того, как уничтожил твоих братьев? Они не были мои братьев. Эти орки, которые ты убил, были аш-реаверы. Я собираюсь огурцовым, и они пришли к ним. Возвращение человеческого территории было просто мудро. Я не могу сомневаться за них. В любом случае, рассчитывай мою предложение. Внезапно, довольно-таки. Вау, это было странно. Мы подумаем о это позже. Ты подумаешь о это? Так что ты вообще считаешь, что его предложение? Может быть. Мир не был так виноват, что мы можем нужны аль-катур. Теперь давайте идем, давай? Конечно, идем в дорогу. Вот так вот внезапно, да? Был запечатанный закрытый проход, несколько тысячелетий, никто его не мог открыть. Пришли какие-то чуваки, ноунеймы. И вообще открыли, блин, с одного пинка на эту дверь. Аж даже шаман прифигел. Тем не менее, да, появление шамана Морка было неожиданно. Тем более, что ему оказалось вообще похер на своих сородичей. Потому что, типа, они даже не из его клана действовали, скажем так, промечиво, по его мнению. Поэтому, поэтому, ну посмотрим. Я думаю, наверное, рано или поздно он к нашей коп-компании присоединится. Ну а нам ничего не остается, как отправляться в Муландир. Пошли уж, что. Покидаем это место, да? Посмотрим, насколько крутой будет путь. Хоть ноги у вас болят и живот сводит от голода, вы не можете избавиться от некого предвкушения. Когда спускаетесь в темные туннели. Впервые за долгое время вы чувствуете, что у вас есть направление движения. Цель. От мыслей вас отвлекают тени, танцующие на стене. Костер. Пошли. Тебе. Это просто милый? Слышит ли здесь? Я уверен, что ты прав. Даже если вопрос более интересный, должен быть, почему есть светлые кандалы в местах, который не открылся за миллиония. Но ты уверен, что это путь в Муландире? Совершенно. Что-то живет здесь. Единственная вопроса, что это... Что? Я думаю, что мы узнаем. Да, выясним сейчас. Ммм, блин. А, вот, да. Контрол и колесико-мышки. Я вспомнил, как тут вертится камера, потому что ракурс тут какой-то не очень удобный в этой пещере. Надо бы его повертеть. Я думаю, с этого ракурса будет неплохо смотреться. Так, ну и что у нас? У нас тут наверняка какие-нибудь подземные твари, паучки, наверное, будут по классике жанра преследовать. Так. Интересно. Сразу давайте вот активируем портал воскрешения. Кстати, воскреситься мы можем только два раза. Потому что я совсем забыл про афичиум. Что когда идет стратегический режим, да, крестьяне могут типа молиться на эти камни. И, соответственно, тогда количество зарядов ожемления будет возрастать. Но я это совсем не учел, поэтому такие дела. Так. Ну-ка. Че, с ними можно общаться? Что? Странно, крестьяне. Я не знаю. Так, наверняка сейчас напердолят нам. Теперь, посмотрите на это. Бай, да. Я думаю, мы нашли основу этого сухи. Правильно. Но кто или что в мире сделал это? Так, че у нас? Малый зимний посох, малый щит. Честно говоря, я уже все подзабыл. Кому че надо ставить. Так, че у нас? Шанс блока 12. Восемь. Так, оставляем как есть. Так, 35-40. Аналогичный, просто фигачит заморозкой, да? Так, а дальше у нас, судя по всему, развилочка идет. Давайте все посмотрим. Так, некий трон. Че у нас тут? Примитивный алтарь окружает темная аура. Некромантия. Блин, че-то столько разветвлений, и хер его знает, куда нам надо. Прям, 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 блин, всех троих раздвигай в разные места. Так, вижу, галеныши. Так, гоу, идем, все, валить. Забиваем, забиваем их. Ну, дворф какой-то у нас, блин, вообще слабенький. Хили. Давай, дорогая. Шикарно. Корпора. Ох, усиленные тяжелые латы. Вот это вот что-то новое, это что-то интересное. Композитный лук, талисман бушующего пламени. Так, однозначно берем. Понятно, как хорошо тут инвентарь бездонный. Голова Гобрина, предмет для задания. Странный ключ, если его вообще можно так назвать, кажется, он вручную изготовлен из костей. Хе. Интересно, что же за заданием оранж времени, что ли, нашли какие-то важные элементы? Или нет? Так, лучок еще надо посмотреть. Так, 12-15, 15-18. Вообще-то у нас это бобец-то лучница. По большому счету. Поэтому, блин, ну давайте, не знаю, луком все-таки ее снарядим. Тем более, что 15-18 сейчас самый мощный лук у нас появился. Так, усиленные латы. У нас сейчас используется, блин, прикольно. Надо их надеть, по-любому будет 40. 40 от всех... От всех уронов, да, плюс еще и от магии. У нас по 29-11, тут 40 и 15. Усиленные тяжелые латы. Так, выносливость надо 9, у нас сейчас выносливость 7, короче. Два очка надо на выносливость отправить, и тогда все будет нормально. Так, ну ладно, тут тупик. Идем, соответственно, в другую сторону. Че. Так, че у нас тут? Так, о, какой-то сундучок, го, пошлите наши гоп-компания, че они там увидят. Так, золото-эльфийский боевой посох. 21-22. 21-22, но... Не самая мощная вещь, но... Так, ловкость 4. Понятно, на продажу. Так, что у нас тут? Хм, выглядит довольно широкий. Я не думаю, что мы попадем туда. Так, может... Хотя... Хм, выглядит довольно широкий. Я не думаю, что мы попадем туда. Горят, что слишком узкие, и мы хрен пролезем. Ну, че, жрать надо меньше. Тогда пролезли бы. Что это? Не идея. Думаю, это будет помочь нам, хотя бы. Дanger в передачу! О, что-то очень интересная такая, рочится сразу. Блин, че-то у нас... Давай, херач. О, нормально. Пошел дождь. Блин, пипец, ты дохнешь. Не, он, конечно, дохлый, да? Вот этот вот дворф. Но, блин, магия у него довольно неплохая бы. Ноганный дождь, точнее, ледяное из силы воли. Урон льдом по площади дает. Неплохо так. Но, блин, дохнет, как я не знаю, кто. Интересно. Я не знаю, зачем эту херню вообще собираю. Так, о, это вообще нам нафиг не надо. Так, лечи давай. Так, у Ирии еще и меткий стрелок есть. И стрела света неплохие заклинания, как раз. Которые улучшат ее боевое... Боевое умение. Да, и повторяюсь, вообще цель-то нашей экспедиции в том, чтобы раскрыть тайну чумы, кровного жара, который распространился на некоторые города империи, да? И мы, соответственно, в имперском спецназе-то и состоим. Это для тех, кто забыл. Так. Давай, хиль. Так, еще что-то есть. Так, в какую сторону нам идти? Так, а там че? Многоуровневая такая пещера прям. Так, укрепленная черная мантия, кольчуга, амулет, блеск и лен. Дополнительный тип урона белая магия. Эти амулеты вручают новым верховным жильцам, прежде чем те займут подсчетную должность. Так, ну-ка посмотрим. Белая магия. Но мы вроде на белой магии не специализируемся, насколько я помню. Белая магия вот тут есть. У нас черная. Вот поэтому лучше Ирия это надеть. Ирки нашей. Ирка! Так. Вот. Носи, короче говоря. Так, кожаный доспех. Ничего круче мы надеть не можем, да? О, блин, тут что-то, тут что-то прям опасное. Так, надо сейчас намагать, блин, еще. Нет, 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 стоп! Что значит это? Почему ты убил бога-рога-зайона? Ты. Ох. Богоцарь. Вы, значит, новый. Вот мы когда нас стримили в Нью-Вегас, там какой-то был рога-рога-бог, да, или как вы его там звали. Это Богоцарь какой-то прям. То супер-мутанты, то теперь, соответственно, гоблины разумные. Да. Ты живешь здесь? Здесь? Дорога-рога не понимает. Есть только здесь. Здесь и в текущем. В текущем? Да. Большая город. Текущая и холодная. Город из всех богов. Невероятный. Невероятный. Дорога-рога-рога-зайона от текущего и текущего. Ясно-понятно. Ну, чё сказать, мы вообще-то вреда не хотим причинить, мы просто хотим мимо пройти. Чё-то я тебе не доверяю. Чё, каннибал, что ли, больной, что ли? Погоди, секунду. Ты просто говорила, что ты ешь своих людей? Чтобы защитить! Чтобы защитить от текущего и beyond! Государь-рога-рога-зайона. Если не так, он потеря сил. Так, что ты защитить от твоих людей, монстры? От хоррора! От боли! Но странные люди не понимают. Странные люди не видели. Что видели? что? Этой цикл зарплаты... Хм, может быть, он говорит о спектральной обоминации, о том, что звезда. Я читал о них в книгах о форме руинствах. Или, может быть, он просто играет бонкерами. Я думаю, что мы не будем ждать долго, чтобы узнать. Что это бонкерами?! Государь-карь не любит говорить о том, как они. Что это его мощь, о которой ты говоришь? Магия! Старая магия. Попробуй от великого-всего-всего-всего-всего-карьа, старого бога-карьа. Но он может говорить о форме некромансии. И это требует, чтобы ему кушать его гуку, чтобы его использовать. Кто знает, как они знают, как они рады эти тарицы Норра от их гадонных ритюляций. В общем, я больше интересен в этом «Дарк Бионд». «Дарк Бионд»? Но почему? Мы называем его Мулендир, и мы здесь, чтобы найти его. Но... Ты умер. У нас нет много выборов. Можете помочь нам пройти через эту дверь? Я... Эх... Государь не нравится. Но Государь понимает. Да, он поможет. Но ты поможешь Государю сначала. Что ты хочешь? Это просто. Группы тревожных Сионов пытались укрепить мою землю. Ты убил Сионов для Государя. Добавил им их кровь как доказательство. Государь показывает тебе дорогу через дверь. Понимаешь? Государь будет здесь. Эти граждане были маленькие группы в северных местах. Я уже убил их. Ты... Ты убил? Попробуй ему. Попробуй ему. Попробуй ему. Попробуй ему. Эм... Попробуй. Здесь. Да. Странные граждане говорят правду. Это их. Ты честно. Ты лоя. Государь будет решать твои волки. Так, только погодь. Мы еще, блин... Не исследовали много чего. Надо остальную часть пещеры исследовать. Посмотреть. Пока остопаем. Пенели сла... Или сразу с тобой поговорить. И хрен тебя знает. Барбочет. Ладно, давайте сейчас, не знаю, посмотрим... Что тут еще есть? Они должны были связаны с внешним миром. Да? Да? Что странные граждане хотят? В любом случае, время для вас оставить свой конкурс. Как мы через эту дверь? Какие слова? Наши странные граждане уверены? Они умерли. Просто скажи нам слова. Дорога понимает. Слово понимает. Слово понимает. Слово понимает. Слово понимает. Слово понимает. Ого. Продолжение следует. Слово понимает. Подождите. Ты... Годкин имеет favor для спросить. Фавор может звучать странно, но Годкин asks странные граждане для слушать. Что? Годкин хочет граждан от внешнего мира. Если странные граждане находят граждан в граждане в дубленном и в мире, они может приводить это к Годкинам? Годкин задал от съемок заянт. Господь-рога нужна другая способность, чтобы держать мощь. Это, эм... Нобелый, я думаю. Ну, мы посмотрим, что мы можем сделать. Спасибо! Странный флеш, люди. Это был один странный встреч. По крайней мере. Кто это? Ммм... Хмм... 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 Так... Но, тем не менее, ему надо вот именно из внешнего мира, да, или из внешней тьмы принести. Ладно, давайте дальше обследовать местность. Как только мы гоблинов найдем, мы, конечно же, тебе сразу все принесем. В лучшем виде, я бы даже сказал. Хмм... Хмм... Угу. Хмм... Ну, по идее, мы... А, стоп, это что такое? Хмм... Хмм... Так, мы не первые, которые входят в эти туннелы. Но он мумфиат. Может быть, он был в тысячи лет. Хмм... Дневник мертвого мага. Так, надо почитать. Наверняка там что-то будет... Нужное. Итак, город создателей производит невероятное впечатление, но пора его покинуть. Мне уже не по себе от этой пещеры. Кроме того, я узнал все, что мог узнать об этом городе. Я оставлю големов на страже его секретов на случай появления незваных гостей и запечатаю тайный вход. Вряд ли кому-то хватит способностей, чтобы распечатать его. Молот я возьму с собой, но в случае, если големы каким-то образом смогут вырваться на свободу. Как я буду рад выбраться из пещеры. Снаружи доносится какой-то шум. Подозреваю, что входы какие-нибудь гоблины разбили в лагере. Ничего, разберусь. Так... Угу. А големы, значит. Значит, лет, что скоро нас будут поджидать какие-то неприятные твари. Так... Плажки... Что это такое? Похоже, как голем для меня. Может, шейперы это создали. Хм... Так, ясно, понятно. Надо будет подготовиться. Ты не создатель голема, но на фото ты как глинамец. Интересно. Поговори... 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 такое куалан загару гей юршил на вот и вас гордин шоу хоть 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 не сражаться с ним хоть это радует одно так тут какой-то зал да очень такой эпичный как я посмотрю блин красиво наверняка какая-нибудь эльфистская работа так блин красиво и педантично только эльфы могут делать не халс хаммер this is beautiful фон а он аргива так ну чё господа проходим в центру водичка кайт и филд от уэнд угэр инклассе да ребят мы наконец-то скоро пройдем это место и собственно говоря путь в му ландир да так давайте засеем с он довольно небольшая получилась локация только я вот не помню все ли мы там в той локации защистили где могу бы на встретили по моему там еще какая-то дорога была но не но несусь ладно много разного рассказывают про му ландир затерянный город создателей некоторые ученые даже сомневаются в его существовании другие говорят что это была утопия несокрушенный город в долине вечного лета но все сходятся в одном кто кто его найдет останется в истории навсегда или в самом му ландире останется навсегда наверное что они имели ввиду в йоттунхейм короче пойдет в ледяную пустыню йоттунхейма они мы не Five we found it this is amazing I agree now where can we find clues about the bloodburn is Grим did you say something I said where should we start searching for Клубы. Нужно узнать больше о песне. А, эээ, песне? Да, конечно. А вы думаете, что мы можем отдохнуть за минуту первым, хотя бы? Я бы хотел взять несколько скидков из этого места. Ну, как бы мы возвращаемся к Эверлиту, чтобы получить несколько скидков первым? Это не как будто мы в порядке. Ты милый. Хм, хорошо. Я думаю, что у тебя есть точка. Да, Эринка заценила мой юмор. Счастливать шейпер тунг не легко задача. Мы не можем просто идти сюда и ожидать найти ответы на которые мы собираемся. А что ты предлагаешь? Я...хм... Я думаю, что НЕКСУС будет лучший место для начала. В сердце города. НЕКСУС? Лучая история. В короткости, это в каждом городе шейпере. Это где они взросли энергии для их строительства. Где они создали свои устройства и где они собрали свои знания. Хорошо, тогда, поехали. Да. Так, ну что же, господа. Собственно говоря, нам надо найти некий город НЕКСУС. Путь до Муландера продолжается и давайте-ка мы с вами, собственно говоря, на новой карте продолжим следующие серии, господа. Ну, получилась довольно компактная данная серия. Тем не менее, я думаю, что вот здесь мы проведем гораздо больше времени. Карта довольно большая. Так, нам надо вот сюда попасть. Вот, потихонечку будем и идти до нашей цели. Видимо, это уже какие-то эльфские поселения. Да, как мы видим, очень красиво всё смотрится, выглядит. Посмотрим, что нас будет ожидать, какие опасности, какие интересности и так далее. Ну, а с вами был Тямыч, это Spellforce 3. Мы будем продолжать проходить эту замечательную игру. Кстати говоря, её очень высоко оценила пресса, судя по оценкам. Ну, как высоко, довольно-таки неплохо, на самом деле. Зашла на роду третья часть Spellforce, чему я очень рад. С вами был Тямыч, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующей серии, господа. Всем пока.